Французские сыры с русским колоритом представили 13 производителей на первом тульском конкурсе сыров. Победители будут отстаивать честь России на международном салоне сыра и молочных продуктов. Он в пятый раз пройдет в середине сентября во Франции. На суд жюри сегодня представили 56 видов сыра на основе коровьего, козьего и овечьего молока. Олег Лапиков побывал на контрольной дегустации и узнал, на что сырные сомелье обращают внимание в первую очередь. Таким восторженным комментарием французский шеф-повар награждает сыр российского производителя. Ему он напоминает вкусы родины, а именно сорт «Сель Суршер», но с местной русской изюминкой. Козье молоко заменили на коровье. Однако сыроделу удалось грамотно подобрать вкусовой баланс, отчего продукт заиграл новыми красками. Плоды своего труда он презентует на первом в Туле конкурсе сыров. При этом оценивало жюри не только вкус. Арома – это три вещи. Арома, текстура и вкус. Вот это самое главное. Когда я смотрю сыр, первое надо понимать, кто больше понравится, как сыр. А потом выбирать, как он сам выглядит. Это первый взгляд. На суд жюри российские производители из девяти регионов представили 56 образцов своей продукции. Есть здесь сыры из коровьего, козьего и овечьего молока. С белой и синей плесенью, всевозможными специями и даже выстоянные в листьях винограда. Все они борются за право представить Россию на пятом международном салоне сыра и молочных продукций во Франции. Я договорился с руководством международной гильдии сыроделов, в которой я состою, о том, что вместе с моими сырами я смогу привезти еще сыры других российских сыроделов. Я подумал, что это такая хорошая идея, дать людям возможность представить свои сыры, продукцию, особенно мелким сыроделам на международном уровне. Отбор для поездки во Францию очень серьезный. Каждый сыр подвергают комплексному изучению. Сначала руками оценивают плотность корочки продукта, его структуру и рыхлость. Затем включается обоняние. Аромат должен быть одинаково насыщенным и снаружи, и внутри, и при этом не очень навязчивым. Только потом сыр оценивают на вкус. Здесь, как и в дегустации вина, очень важны первые ощущения. Вкусовой баланс, не должно быть много кислоты или соли. Важно и послевкусие. И для того, чтобы почувствовать все ноты продукта, у специалистов есть небольшой секрет. Если бы даже у вас там небольшая сырная тарелка, то я рекомендую сначала начать с более нежных и тех сыров со слабой ароматикой. Таким образом, если вы будете двигаться от слабой ароматики к более сильной, вы почувствуете всю яркость последних сыров и не перебьете их. Еще рекомендую использовать грушу или яблоко для того, чтобы перебить вкус. Итоги конкурса подведут уже в субботу. Тогда-то и станет понятно, кто 12 сентября отправится во Францию и представит там сыроделов России. Первоначально предполагалось, что наша делегация займет центральное место, а сам чемпионат будет посвящен как раз нашей стране. Но вмешалась пандемия. Она же не позволила провести в этом году в Тульской области полноценный сырный фестиваль с привлечением большого количества производителей, мастер-классами и профессиональными сыроделами со всего мира. Провести его планируют в следующем году. Олег Лапиков, Руслан Кравченко, Первый Туль.